Алёшки, всем, я Квас, и у нас на экране No Man's Sky. Кто-то может сказать, что нахрена тебе эта игрушка, Квас, ты же в неё играл, и ты понял все эти глюки, блин, хрень какую-то, да и вообще, это реально было разочарование года игрушка. Но я, знаете, совершенно недавно увидел, что она обновилась, и мне даже было интересно посмотреть, что же там обновилось. То есть, оказывается, No Man's Sky обновлялся уже дважды, причём дважды крупное обновление было. Первое обновление, это, вы видите, начальный экран, новый режим игры, показывает, как можно в какие режимы игры поиграть. То есть, обычно это то, что вот вообще-то мы играли, выживание это уже посложнее, тут уже как следует за ресурсами побегать придётся и от врагов поскрываться. Пермаментная смерть, это понятно, здесь как героические уровни у некоторых РПГ, то есть, если ты умираешь, то умираешь навсегда. И созидание. Созидание это что-то типа такого песучницы, когда тебе, в принципе, ничего не надо покупать, у тебя всё есть, и ты можешь делать всё, что угодно. Вот. Я хочу посмотреть опять обычное спокойное исследование, потому что кое-что поменялось в игре, и нужно всё-таки немного обучения. Потому что через созидание я вряд ли вам много чего смогу показать. Поэтому запускаем обычное исследование, ну и поговорим далее. Мне разработчики No Man's Sky нравятся тем, что они игру не бросают. Как это делал, например, Питер Мулинье, у которого за плечами были такие игрушки, как Black & White и... Как это называется-то? Fable. Вот. У него есть другая... Фирмочка, да, разработчиков. Дважды два Кэнс, то есть... 20... 20... 20 же, да, у нас? 22 Кэнс, вот как-то так она называется. Вот. У которой там есть всего три игрушки. И вот, он создавал эту фирму для того, чтобы заниматься чисто своим, а не то, что ему там навязывает Lionhead. Хотя это, в общем-то, тоже была его компания, которая потом, естественно, продалась. Ну, как обычно. Так, окей. Не успел я это дорассказать. Запуск нажимаем. Запущена инициализация костюма системы. Абикака. Вот. Абикакам это нормально. Сейчас сразу забираем кораблик Омегу нашу, который дается по предзаказу. На нем будем, полетаем. Так. Отлично. Ну, пока грузится, давайте еще поговорим. Вот. В общем, Питера обосрали, потому что его... Игрушка Годус была такая кривая, такая касая, что... Застрелиться хотелось. И... Отлично. Вот. И он сказал, да пошли вы все в жопу. Я ничего объяснять вам не буду. Идите в задницу. Вот. Ну, люди думают, ну ладно, может быть, мы его действительно обидели слишком сильно. О, давай-ка тогда, я не знаю, что у нас тут. У нас с двигателем проблемы, с ускорителем. 15 ячейк вообще у нас тут. Давай посмотрим дополнительные материалы. Глент, тут вот нажатие мне, конечно. Горизонт Омега. Ок, не проблема. Так. Может быть, мы действительно его... О, 16 ячейк. Другое дело. Во-первых, смотрите. Поменялся интерфейс. Ребята, вы посмотрите, как он реально выглядит. Во-первых, мне нравится, как он выглядит. Мне нравится вот это вот, то, что вот текущий, да, урон. Щит никакой. Классы появились у этих... У... Бляха, как еще они называются? У кораблей. С-класс. Текущий звездолет, новый звездолет. Старая стоимость, новая стоимость. Ячейки. Щита практически нет. Ну вот он, отражающий, да. Вот здесь у нас урончик есть, потому что есть фазовый луч. Есть фотонная пушка. Тут только фотонная пушка, тут еще и фазовый луч. Вот. Все это есть. Поэтому... Вот. Заброшенный звездолет, текущий звездолет. Окей. Нажимаем. Вот он. Стоит красавчик. Он тоже покоцанный. Понятно, потенциал урона у него такой поглотительщий. Так вот, все красиво, все нравится. Еще одно. Как он у нас назывался? Омега, да? Вот. Икинос С-64 это какая-то херобора. Мы постоянно с вами, ребята, помните, покупали корабли, которые и за миллиард там, и еще за что-то. А они назывались как угодно, но не так, как ты. Ну, которые можно вообще произнести. Поэтому сюда находим Омега. Давайте даже назовем Омега Прайм. Прайм. Вот так, да? Все. Корабль называется Омега Прайм. Все. Больше не надо вот этих вот таких вот хуинах пляха. Нафиг. Ну, вот. Далее. Создать продукт. Ну, понятное дело, пока еще ничего нельзя. Вот. Выходим в это дело. Так, давай смотреть дальше. Атлас пас понятно. И затопчика наберем. Гексики амулет. Понятно, да, все. Так, спрос. Груза защитный осколок прекрасно. А еще кое-что. Изменилась картинка. Она стала, как мне кажется, более яркой и более четкой. Разработчики добавили разрешение 4К. То есть, вам, ребята, тут вообще можно развернуться. На моем-то маленьком экранчике это все не так. Ну, вот. Что еще? Что еще? Что еще? Давай. Скопление нанитов. Что такое скопление нанитов? Справа вы можете посмотреть, что... А в это можно обменивать на космических станциях на чертеже. Если помните, вот эти вот хероборы надо было постоянно искать. Вон там еще одна торчит. Наверняка где-то тут есть. Так, понятно. Сканер у нас нет. Он у нас покоцанный. Надо его починить. Вот. Надо было постоянно искать, бегать. Показывались одни и те же технологии. И там подобное, и там подобное. Без силы просто до дикости. Вот. Чтобы это дело, вопрос как это решить. Вот. Разработчики вот, в общем-то, предложили искать вот это дело и... Так, отлично. Давай. Починим тебе. Сканер есть. Вот этот еще. Уклерод нужен. Так, изотопчики нашли. Да-звали. Что-то прям пристал ко мне. Ладно, давай. Вот. Ну вот нас тут учат, что мы можем телепортировать ресурсы с одного места на другое. То есть в корабль очень даже неплохо. Нам нужно железо и еще, наверное, изотопчики. Да, еще... Еще чутка. Ну, сейчас найдем. Еще половина. От того, что есть. Вот, отлично. Грибочков наберем. Конечно, все это как-то... Защита от радиации снижается. Да-да, я понял. Вроде мы это все проходили, но что-то, мне кажется, что-то изменилось. По-моему, интерфейс немного изменился. Отлично. Смотри. Делать, чиним. Здесь у нас цинк нужен. Либо защитный осколок. Вот это, да? А это либо платина, либо железо. Эта шняга мне забыдала. Ну ладно. Нам еще 28 железо надо собрать. Андрей, требуется на вездеходах. Ну, касательно теперь вездеходов. У нас появилась возможность строить не только базы. Вы наверняка уже видели, что можно строить базы. Вот. Можно еще и... Ой, что-то тут все красненькое. Так, где наш... Дувокийся углерод. Давай, запрыгнем. Наша защита восстанавливалась. Мне, кстати, нравится то, что она теперь восстанавливается. О, видите? Достаточно просто посидеть в корабле. Здесь она не восстанавливается, но это ладно. Так, хорошо. Какой костюм. Так, нам нужен... Еще три листа нужны. Понятно все с вами. Так. О, какой там динозавр. Давай вот это скинем. Плутоний нам все равно нужен для... Передвижения. Перегрев. Передвижения. Нормально. Но нам вроде как изотопы нужны для нашей... Тюрельки, да? Синий феррум. Синий феррум. В воздухе... Фу, в воздухе. В эти звуки, конечно. Так, где у нас... Закончился. Закончился. Во! Появились новые значки у этих... Обозначающих железо. Вот это все. Видите, не только вот такая вот непонятная поебень. Но и... Но именно название. Так, давай еще раз. Что-то я уже тут разбирал. Так, давай смотреть. Значит, мне нужно еще... Три штуки. Что, в общем-то, мы... И сделали. Вот она, платина, кстати. Так, хорошо. Так, классно. Классно. Сейчас ночь наступает. Так, Омега Прайм. Так, что у нас тут нужно-то? Технология восстановлена. Не проблема. Технология заряжена. Так, у нас по идее где-то должен быть геридий. Ну ладно. Давай пока обломки. Так, атласа мы выбираем. Так, хорошо. Теперь ролики можно пропускать. Это радует, на самом деле. Добывайте из почвы. Что-то, мне кажется... Геридий. Но геридий, понятно, его... В принципе, можно найти. Я знаю, как он выглядит. Я пока его не вижу. Это тоже, если помнить, такой... Синий камень... Сейчас мы вот это вот дело... Заберем. Он цинк. Еще скопление на нитах. А, вон он! А я что-то далеко пошел, да? Ну, в принципе, неплохо. Я его, по крайней мере, увидел. Сканер у нас перезаряжается. Вот, видите, плутония, да? Мы его можем сразу... И собрать. Вот так вот. Защита от радиации снижается. Вот эти ПТПТ, это, видимо, платина. Он, кстати, еще и геридий, я вижу. Еще ближе к нашей базе. Поэтому туда, в общем-то, сейчас и пойдем. Что-то сканер долго перезаряжается. Причем, смотрите, какая фишка. Не пропадает... Долго не пропадает значок, показывающий, где... Эти ресурсы. Так. При первой возможности мы сделаем с вами вездеход. Вездеход. Вот. Это, кстати, вот второе крупное обновление, где добавили вот этих вот вездеходов. О, видите? Его нельзя взять, потому что нужны перчатки химзащиты. То есть, добавились еще и различные... Кроме ресурсов, добавились еще и различные способы подбора. Это хорошо, на самом деле. Это... Для тех, кто давно играет, да и вообще, если играет, конечно, в эту игрушку, он, по крайней мере... Чуть жёлтки какие-то. Так, хорошо, нам надо туда как-то попасть. Вот. Это неплохое развлечение. Ну вот. И поэтому, да, тема. Блин, что-то я вот зря тут-то попёрся. Посмотрите, это же наверх пить. Так, состояние жизнеобеспечения. А это проще. Всё, туда идём. Нахер, нахер. Так, а туда далеко нам? Кстати, цинк. Давайте цинка наберём. Так, отлично. Как обычно, набегал тут. Не туда, куда надо. Так. Давай смотреть, что у нас. Этот у нас цинком и титаном питается, да? А это у нас таймиэнергетический гель или баллон энергетический. Хм, интересно. Надо будет посмотреть, как они собираются и с чего. Так. У нас платина, да, вроде бы? Нет. 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 Кинденсий. 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 Вот он. Красавчик. А мы тебя ищем, ты понимаешь. А ты тут, оказывается. Ай-яй-яй. Вот он, герей-яй. Вот он, герей-яй. Здесь у нас ничего не меняется. Всё точно так же. Всё. О, нужно 200 штук. Звуки, блин, тут такие. Не, хорошие звуки. Мне нравятся на самом деле. Они не бесят. В многих таких игрушках, где звуку очень много вокруг. Это бесит и чаще. Так, у нас сколько? 200, 200. Зачем? А, два карита нам нужно. А два карита нам нужно 100 железа. Ну, в общем, всё как обычно. Это всё-таки полегче перепрыгивать с места на место, чем вот этот робот Фоненхом. Может, это просто жесть какая-то. Давайте немного плутони наберём. Его мало не бывает. Его много не бывает. Хотя нет, бывает. В какой-то определённый момент его становится настолько много, что, блин, кошмар какой-то. Так, 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 так. Нам нужны камушки. Точнее, эти. Железо. 35. как же он меня достало почему нам попадается постоянно к нибудь планета где их тую куча еще 33 нам нужно наверно еще один такой же потому что не нужен да нашу конечно пушку надо прокачивать так чиним железом заряжаем все можно пета отсюда мысли тут все починено установить технологии управлять грузом звездолета устанавливать нам нечего чувак кстати хотел посмотреть а плутоний углерод энергетический гель в принципе и того и трава у нас всегда много так обходной чип понятно это все делается легко в принципе все ровно так тут у нас ничего а вот кстати есть новые технологии нам нужен геридий плутоний отлично скорострельность сигма да нафиг надо а вот эти вот я даже наверно даже трогать не буду хотя они в принципе для нас нужны так везде нужен геридий а вот здесь еще нужно еще и железо так чё там ченьки за проекты так чё там ченьки за проекты звездолетными это варп ячейка понятно мне и нету здесь нужно железо здесь плутоний пожалуйста вот и дичи листы так для мультитула нам нужно вот это тоже железо 25 штук давай чутка не хотела так отлично важный этап у нас ремонт звездолета прошел так ставим плазму покинуть планету покинуть планету все нафиг так хорошо почему автоматически не перезаряжает я не понимаю так с камером пройдемся так важный этап путешествия во первых посмотрите мы же можем еще ниже спуститься по-моему нет нет не может давай куда ты садишься дурень сел блин так ну тут у нас трейдер давай здесь мы сохранимся кстати тут геридии есть это хорошо мы сейчас его тоже соберем потому что он не нужен терминал ну добро пожаловать на галактические так продавайте предметы из своего инвентаря ну как видите особо тут ничего и не продашь все нужно ну кроме вот этого сын к нам нужен так покупатель энергетический баллон лист корито ну в общем то все что сейчас у нас есть и так пошли 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 геридий возьмем вот он красавчик что водичка что ли типа 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 так красит о геракс какой то вот вот он красавчик красавчик навык у у у у у у у и тут что до очень не хватает чтобы он не показывал показал информацию о том что уже можно построить ну конечно бы за последствия нам надо в космос лететь так а кстати тут у нас этот счет не обозначается никак раньше исполните обозначались а как и 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 к этой фигне подходить не буду сейчас сядем на наш плотик омега прайм а ну полетели в космос хит такая хита кисан окей вот это называется быстрое меню галактическая карта вроде ничего не поменялось так свободное исследование полетели как сейчас он не туда можно сканировать процент планеты сразу на какие там ну-ка опачки это появилось кое-что интересненькое так так ладно сделаем потом так вручного двигателя у нас закончилась сеть топлива нам нужен этот пояс астероидов есть давай за железным сходим ух всегда нравилось кстати разработчики No Man's Sky сказали что больше наверное мы игры разрабатывать не будем ну правда ладно они пока не говорили о том что больше не будут они сказали о том что теперь они займутся финансированием игр которые занимаются подобная им разработка игр с процедурным генерированием так господи господи визуальный обнаружение обнаружение так варп так емае в м я угадал дарю на макси акции это че такое болтун три слова а нам нужно железо железо же же так так еще двести осталось 7 видов зашибили я а и и и и он как мест нет еще 200 юнитов 10 процентов все будем умирать по ходу так давай посмотрим нам нужна вот эта вот фигня чтобы наш этот зарядить отлично тут все забито плутоний есть углев углерод что читая какая-то странная хиробора так так есть есть понятно ненамного это хватает но нам нужно железо 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 так 33 зашибись все разрядилась углеродом будут тебе питать нефиг плутоний жрать так тут понятно все и это у нас еще между прочим обычный уровень нет нет не ультра пупер тяжелый так так хорошо что у нас тут плутоний здесь железо так так может что интересненькое это что то как то сейчас мы обязательно еще на базу слетаем так здесь опасно одна пошли в космос и и и и и и я понял понял так где у нас это база ну зато там я набрали сейчас долетим и поговорим отлично сейчас мы с вами залетим в дырочку сейчас мы еще посмотрим на что можно поменять на ниты большой этот корабль так важный этап еще один пройдено пять тысяч ю вряд ли это километры еще что здесь убрали вот это вот когда ты заходишь с тобой все здороваются такая серая это как это охотник на стражей вот продавец так вот система охлаждения ударный тау урон импульсного скорострела плазменное копье плазменное копье охренительно мне нравится интенсивный гранат сигма и все в принципе вот плазменного копье насколько я помню не было это видимо как этот снайперский выстрел вот но видите тут нужно определенно еще иметь отношения в частности мы сейчас соучастник то есть нейтрально он к нам относится а нужно вот тут особое отношение поэтому пока мы с ним не можем ничего сделать так нанять строитель зачем нам нужен строитель если у нас будет база мы можем построить базу себе почему бы нет вот нам нужен строитель нам нужен техник нам нужен оружейник а это префект я не знаю что-нибудь у нас получится мне кажется углерод да прекрасно адаптер самонаведения прекрасно правда не знаю куда его запихнуть так торговля галактическая давай смотреть можем продать тюклерод можем продать железо плутоний хер там в принципе все купить что можем энергетический резервуар динамический резонатор сын геридий все то же самое что мы можем в принципе пока построить вот отлично на планетку надо бы лететь так кораблики кораблики ого повезло так это мы уже свершали так это мы уже свершали там мы были? нет геридий и ридий алюминий в принципе то что нам нужно ну что я предлагаю здесь закончить и мы в следующий раз обязательно продолжим постигать азы я прилечу вот эту планетку и посмотрим что там можно увидеть все ребята до следующего раза покеда